Коллеги, добрый день. Добрый день, уважаемые друзья, наши партнеры. И я знаю и хочу всем сказать о том, что у нас онлайн подключение более 5000. А это говорит о том, что очень много клиентов на той стороне, которые вовлечены в получение информации, именно актуальной информации на сегодня. Я Татьяна Крейтор, руководитель Сбербанки, который занимается именно развитием отрасли агропромышленный комплекс. И действительно сегодня хочу сказать, что каждый третий кредит Сбербанком выдан. И мы фактически можем говорить о том, что мы понимаем потребности наших клиентов. И на этом мероприятии мы именно для того, чтобы разговаривать с вами, чтобы видеть вашу боль и решать путем того, что мы будем направлять все свои силы и ресурсы на предотвращение всех ваших потерь, на оптимизацию всех путей получения кредитования, либо других каких-то партнерских сервисов. Прежде всего я бы хотела сказать, что отрасль АПК в Сбербанке – это 2 триллиона рублей. Доля именно Сибирского федерального округа – это более 120 миллиардов рублей. Это говорит о том, что регион действительно имеет весомую часть, отрасль в регионе тоже имеет весомую часть, и нам есть с чем вместе сегодня с вами поработать. Я бы хотела сказать, что сегодня практически треть нашего портфеля выдана с использованием госпрограмм. Госпрограмма основная – это программа 1528. Реализовали мы тысячи инвестиционных проектов, и сейчас смотрим и наслаждаемся тем, как наши клиенты справились именно с программой импортозамещения, и в прошлом году приступили к активной реализации программы по экспортному направлению. Однако у нас произошли, конечно, определенные обстоятельства, которые коренным образом повлияли на изменения в госпрограммах, и буквально сегодня для вас я тоже скажу о том, что произошло уже буквально 23 июня. Это программа 1528, которая не стоит на месте, она претерпевает изменения системно, и хочу отметить, что сегодня господдержка, она доступна всем. На третий квартал установлен максимальный размер лимита льготного кредитования, ранее был 500 миллионов рублей, а сейчас это 800 миллионов рублей, и у нас есть определенные изменения, которые мы вместе с вами, фактически вместе с союзами отраслевыми инициировали в департаменте экономики и льготного кредитования Министерства сельского хозяйства, с вашими министерствами сельского хозяйства регионов, и что сегодня мы уже имеем. Мы прекрасно понимаем, что в некой части импортозамещения у нас уже произошло, то есть ряд отраслей у нас, ряд подотраслей агропромышленного комплекса, он насыщен, но сегодня нам есть чем заняться дальше. Цифровизация, она стала доступна и в рамках, как цель, самостоятельная цель, именно льготного кредитования 1528. То есть здесь вы видите, что в краткосрочное кредитование Министерством сельского хозяйства в приказ от 23 июня добавлена цель, это сопровождение и поддержка программных продуктов на цели цифровизации АПК, плюс обслуживание техники. Это очень важно, потому что как раз сегодня мы обходили всю площадку вот этого замечательного дня поля, и каждый фактически клиент, который поставляет сегодня технику, дроны, какие-то специальные оборудования, фактически стремится к тому, чтобы вы не просто этим пользовались, а вы получали конечные данные, имели возможность их обрабатывать, строить на этом определенные модели, и дальнейшим образом каким-то, на основании вот этого банка данных и фактически правильно с программированных моделей вы бы получали корректную информацию для того, чтобы не допустить ошибки прошлого периода. Это также приобретение нанесения кодов маркировки. Это очень актуально, и за это лоббировало достаточное количество и предприятий, и в молочном направлении, а особенно для того, чтобы мы могли брать именно льготные кредиты по ставке от одного до пяти. Инвестиционного кредитования. Пожалуйста, обратите внимание, что приобретение и дооснащение парка существующей сельхозтехники системами автоматического вождения, точного земледения, это тоже сегодня стало доступно. Казалось бы, три года назад мы начали разговоры в министерстве о том, что необходимо беспилотные установки начать субсидировать. Это казалось на тот момент невозможно. Сегодня это абсолютно доступно для каждого нашего клиента. Приобретение специализированного оборудования для точного земледения. Приобретение и внедрение программных продуктов различных, это также стало доступным наравне с той программой, о которой говорила моя коллега из Strategy Partners. Также я хотела сказать, что исключены определенные направления. Обратите внимание, что закупка сахарной свеклы сегодня уже недоступна именно в рамках льготного кредитования для ее последующей переработки. Это было введено буквально на один-полтора года, и сейчас это уже цель не актуальна. И закупка выращенных или произведенных масличных культур для производства растительных масел. Именно в программе 1528 эта цель исключена. Еще буквально в прошлом году она была достаточно актуальна и использована. И расширены направления на цели приобретения упаковки. Упаковка раньше не входила в бюджеты проектов. Это была самостоятельная статья затрат. Сегодня вы можете абсолютно включать это в бюджет проекта и упаковку и фасовку включать в состав бюджета. Мясная продукция, переработка мясной продукции на производство хлебобулочных изделий. Также можно получать льготные кредиты и на закупку выращенных, произведенных организациями АПК или произведенных сельхозтоваропроизводителями продуктов мяса птицы, продуктов мясных и прочих продуктов для убоя и для производства конкретной мясной продукции. Этой цели также не было. Сегодня она абсолютно для вас доступна. Сейчас банк активно занимается тем, что устанавливает лимиты для того, чтобы они стали для вас все доступны. В онлайн кредитовании Сбербанк Бизнес, кредитованию Сбербанк Онлайне нашим. Это лимиты, которые мы привыкли на вас устанавливать и стараемся, чтобы все льготное оборотное кредитование перешло в онлайн кредитование. То есть фактически открывая Сбербанк Бизнес Онлайн, вы видите ваш доступный лимит в размере того остатка, который у вас был в прошлом году. Это как минимум, ну а как максимум с учетом всей вашей инвестиционной программы и программы оплаты и необходимого краткосрочного финансирования. Также я хочу сказать о том, что у нас в нашей экосистеме есть такие продукты конкретно для наших клиентов. Мы за них очень сильно боремся, чтобы эти дочерние общества оставались с нами. Они никуда не уходили, потому что действительно трансформация происходит. От каких-то продуктов мы отказываемся, какие-то продукты наоборот востребованы у наших клиентов. Мы также щупаем рынок, нельзя останавливаться никогда. И сегодня у нас есть такие максимально востребованные продукты. Это, ну первое, Сберклауд. Вы, наверное, все знаете об этом. Это хранение данных, потому что сегодня у всех стоит вопрос, где хранить данные по полям, где хранить данные с определенных датчиков, которые мы устанавливаем на сельхозтехнику. Поэтому, пожалуйста, Сберклауд – это вполне доступная опция для каждого, чтобы не беспокоиться и не думать, где хранить эти данные, где дальше мощности эти взять, с учетом того, что у нас сейчас происходит на рынке оказания этих услуг. Дальше. Вы можете также использовать нашу систему Bizon, потому что Сбербанк, вы все прекрасно знаете, предотвратил достаточно большое количество кибератак. Эти кибератаки происходят системно. Вот последними мы столкнулись на Питерском международном форуме, когда задержали выступление президента. Поэтому это весьма кстати, особенно в крупных компаниях, в крупных холдингах, предотвращение вот этих атак на предприятия. Наши компании, наши партнеры – дочернее зависимое общество Cognitive Pilot. Это беспилотные установки и системы вождения, которые мы сейчас вместе с нашей дочерней компанией прорабатываем как инструмент, как сервис, который будет доступен уже непосредственно вместе с производством сельхозтехники. То есть не только на старую сельхозтехнику. Вот, например, и Петербургский тракторный завод уже занимается тем, что более тысячи данных установок будет установлено по заказу наших клиентов, специализировано уже на линии по производству тракторов. Далее это наш партнер «Геомир». Это история поля, это программное обеспечение со всеми этими продуктами. Вы можете познакомиться на нашем стенде. Сбербанк – генеральный партнер. И, пожалуйста, здесь на стенде представлены все наши, вся наша такая основная продуктовая линейка. Что бы я хотела еще в конце сказать? Сегодня очень важным и актуальным становятся вопросы – это рынок слияния поглощения. Есть иностранные компании, транснационалы, которые отказываются от ряда проектов. Эту информацию мы сразу подхватываем, отрабатываем с бенефициарами этого бизнеса. Как раз-таки история по поиску контрагентов внутри Российской Федерации. Здесь кто бы мог купить этот бизнес? Это первое. То есть мезонинное финансирование оказываем достаточно быстро, консультирование, поэтому не бойтесь обращаться. Ну и не забывайте, что Сбербанк все-таки основной партнер агропромышленного комплекса. Более 36% доля нашей на рынке. Я бы хотела отметить, что наши клиенты – это наши партнеры. Это ваши партнеры. Вы наши клиенты. Вы можете также стать партнерами наших клиентов. Достаточно большая клиентская сеть. Я хочу сказать, что достаточно большое количество здесь предприятий, которые я обошла. Вы просто даже не понимаете, какой объем бизнеса можно сейчас делать, насколько он востребован, потому что клиенты ищут действительно пути импортозамещения. Даже силостные установки. То же самое определенные установки по смешиванию средств защиты растений. Все это сейчас ищут в других федеральных регионах, как аналоги немецким или другим европейским производителям этой техники. Пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда и поговорим о партнерстве, найдем вам хорошего партнера именно для вас. Ну и не забывайте о том, что мы достаточно ярко и активно работаем с нашим федеральным ритейлом, поэтому если нужна какая-то помощь и вы реализуете с банком инвестиционный проект, также нужно говорить о том, что нужна помощь по выходу в наши федеральные сети, потому что для нас это очень важно. Спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за ваше внимание. На этом я закончу. В этом месте все подумали, кто бы помог с нашим местным ритейлером главным.